Дрон DJI Air 2S оснащен новыми технологиями и камерой следующего поколения, обеспечивая более профессиональные характеристики камеры, позволяющие захватывать больше деталей для достижения потрясающего результата и не упускать ценные моменты во время полета. Попробуйте использовать новую бесконечную серийную съемку. В приложении DJI Fly App выберите фото в режиме Live View, чтобы перейти в режим одиночной съемки. Нажмите и удерживайте кнопку записи или нажмите и удерживайте кнопку записи на пульте управления для выполнения непрерывной съемки. Количество полученных фотографий отображается в приложении рядом с кнопкой записи. После съемки нажмите на значок Playback в правом нижнем углу экрана. Коллекция серийных снимков имеет значок Burst в левом нижнем углу миниатюры. Нажмите, чтобы посмотреть все снимки коллекции. Выберите Photos, далее нажмите ОК, чтобы скачать, или нажмите Удалить, чтобы удалить их. DJI Air 2S поддерживает и автофокусировку AF, и ручную фокусировку MF. По умолчанию камера использует AF для автоматической регулировки фокуса, основанную на расстоянии до объекта. Если AF не может обеспечить необходимый фокус, вы можете отрегулировать его вручную. Нажмите на значок AF на экране, затем прокрутите панель параметров, чтобы настроить фокус вручную. В режиме видео вы можете использовать цифровой зум следующими способами. Переместите на экране кнопку зума вверх или вниз. Уменьшите или увеличьте масштаб изображения при помощи двух пальцев. Нажмите и удерживайте кнопку функции на пульте управления и масштабируйте изображение, используя колесико стабилизатора. Параметры DJI Air 2S могут быть отрегулированы в режимах Auto и Pro. Режим Auto отображает на экране только определенные параметры. В режиме Pro Camera View отображает более детализированные параметры. Нажмите, чтобы открыть настройки. Также вы можете изменить параметры, такие как баланс белого, затвор и ISO. Master Shots. В этом видео вы научитесь использовать новую функцию Master Shots для превосходной автоматической съемки в любой точке. Перед полетом внимательно осмотритесь вокруг себя и выберите открытое свободное место. После взлета поднимите дрон на желаемую высоту и позицию. Нажмите на значок режима Shooting, расположенный справа на экране. Выберите Master Shots и назначите целевую область или объект. После этого дрон автоматически выберет один из трех маршрутов полета в зависимости от вида цели и расстояния. Портрет, Proximity и Landscape. При появлении в кадре человека вы можете нажать на значок плюс в Camera View или поместить объект в рамку, чтобы переключиться в режим портрет. Master Shots. После подтверждения объекта в нижнем левом углу экрана автоматически появится карта, а также отобразятся примерный маршрут и область полета. Вы можете отрегулировать ширину, длину и высоту области полета в соответствии с окружающей местностью. Нажмите здесь, чтобы установить точку старта. Выберите Auto, и дрон автоматически отрегулирует свое положение для начала съемки. Вы также можете нажать на точку старта для ее настройки. Далее выберите текущую позицию, и дрон будет использовать ее в качестве начальной точки съемки. Нажмите Start, и дрон автоматически будет выполнять следующие задания. Приближение и отдаление. Средний круг. Близкий круг. Дроне. Далекий круг. Подъем плюс полет вперед. Рокет. Камера вниз плюс круг. Камера прямо плюс спуск. Камера вниз плюс спуск. После съемки дрон вернется в точку старта. Если цель Мастер Шотс является объектом, дрон автоматически рассчитает расстояние между дроном и объектом. Далее выберите Proximity или Landscape, в зависимости от того, как дрон будет проходить маршруты полета, отображенные на карте. В режиме Proximity дрон автоматически выполнит следующие задания. Дроне. Дальний круг. Подъем плюс полет вперед. Близкий круг. Средний круг. Ракета. Камера вниз и полет вперед. Камера вниз и круг. Камера прямо и спуск. Камера вниз и спуск. В режиме Landscape дрон автоматически выполнит Дроне. Дальний круг. Подъем и полет вперед. Поворот и полет вперед. Близкий круг. Приближение и отдаление. Средний круг. Ракета. Камера прямо и спуск. Камера прямо и круг. Если вы хотите выйти из Мастер Шотс в какой-либо точке во время съемки, нажмите на значок X, расположенный с правой стороны экрана, или один раз нажмите на кнопку RTH на пульте управления, и дрон тут же выйдет из режима Мастер Шотс и зависнет на месте. При облете объекта дрон DJI Air 2S будет обращен своей передней стороной по направлению к объекту, а камера будет сфокусирована на объекте. Передние сенсоры дрона будут активированы во время полета для усиления безопасности полета. При сильном ветре или на большой высоте рекомендуется переключить приоритет съемки на композицию для избежания попадания пропеллеров дрона в кадр. По окончании съемки дрон автоматически создаст и отредактирует видео и предоставит пользователю превью. Коснитесь всплывающего окна в нижнем правом углу экрана или нажмите на значок Playback для предпросмотра видео. Коснитесь значка, расположенного в правом нижнем углу для выбора шаблона творческого редактирования или для предпросмотра исходных кадров, полученных с помощью Мастер Шотс. Нажмите чек для завершения редактирования и поделитесь своим творением с друзьями, нажав на значок Share в нижнем правом углу экрана. Вот и весь урок по использованию функции Мастер Шотс. Фокус Трек — это невероятно умный режим, позволяющий вам полностью раскрыть свой творческий потенциал с помощью DJI Air 2S. В этом видео мы объясним вам, как использовать Spotlight, Active Track и точку интереса. Перед тем, как активировать Фокус Трек, убедитесь в том, что вокруг вас нет препятствий. После взлета дайте дрону зависнуть на месте, на желаемой для записи высоте. Фокус Трек поддерживает три режима. Фокус Трек активирован по умолчанию при переходе в режим Camera View. Чтобы зафиксироваться на объекте, вы можете нажать на него «Обвести рамкой» или активировать функцию сканирования объекта на контрольном экране. Как только дрон сфокусируется на вашем объекте, вы сможете выбрать режим Фокус Трек. Спотлайт Спотлайт активирован по умолчанию при использовании Фокус Трек. Нажмите на кнопку записи на пульте управления и экране для того, чтобы начать съемку или запись видео. Вы можете пользоваться джойстиками для регулировки расстояния между дроном DJI Air 2S и объектом. Или настроить композицию с помощью колесико-стабилизатора или левого джойстика. ActiveTrack предлагает два варианта треков – Trace и Parallel. При выборе Trace дрон будет следовать за объектом с заданной дистанцией. Во время полета DJI Air 2S автоматически распознает препятствия на своем пути и меняет маршрут, чтобы избежать этих препятствий. При выборе Parallel DJI Air 2S будет автоматически следовать за объектом сбоку с заданного угла и расстояния. После выбора Parallel нажмите на кнопку записи на пульте управления или экране для начала съемки фото или записи видео. POI Для начала дайте дрону Air 2S зависнуть на желаемой высоте съемки. Просто нажмите на объект или выделите его рамкой. Нажмите на значок POI, задайте направление полета и скорость, и дрон рассчитает радиус и облетит объект вокруг. Нажмите на кнопку записи на пульте управления или экране для того, чтобы начать съемку фото или запись видео. Во время полета просто нажмите STOP или кнопку RTH на пульте управления, и дрон выйдет из режима Focus Track. Это все, что касается Focus Track. DJI Air 2S включает четыре режима Hyperlapse. Free, Course Lock, Circle и Waypoint. Каждый из этих режимов предлагает свою уникальную траекторию полета и угол наклона камеры для получения действительно невероятных результатов на любой местности. При кадрировании своих снимков постарайтесь избегать расположения Air 2S слишком близко к переднему плану. Как только вы окажетесь в выбранной начальной точке, нажмите Hyperlapse, Free и затем установите интервал между кадрами, длину видео и максимальную скорость полета, и дрон автоматически рассчитает необходимое для съемки время. Нажмите кнопку записи, чтобы начать запись. Circle Режим Circle позволяет дрону летать вокруг объекта во время записи. Нажмите Circle, затем установите интервал между кадрами, длину видео, Скорость полета и направление круга. После выбора цели нажмите на кнопку записи, расположенную справа на экране, и дрон автоматически рассчитает и спланирует маршрут полета и начнет запись. Курслог В курслог дрон будет лететь в том направлении, куда он обращен. После выбора объекта нажмите на кнопку записи в правой части экрана. Дрон будет держать объект в центре кадра во время полета и записи. Независимо от того, в какую сторону обращен DJI Air 2S, дрон будет лететь прямо в заданном направлении. Даже если вы не выбрали объект, дрон будет лететь прямо в заданном направлении и снимать великолепное Hyperlapse-видео мира вокруг вас. Waypoints В режиме Waypoints дрон автоматически летит и записывает во время полета по заданному маршруту. Нажмите Waypoints и направьте дрон в желаемую точку. Измените угол рыскания дрона и угол наклона стабилизатора для захвата различных перспектив во время полета. Нажмите на кнопку записи в правой части экрана, и дрон автоматически рассчитает и спланирует маршрут полета и начнет запись. В верхней левой стороне экрана вы сможете найти библиотеку заданий Hyperlapse. Вы можете сохранить текущую траекторию в библиотеке или использовать заранее сохраненный маршрут полета. QuickShots — это умный режим съемки дрона Air 2S, позволяющий захватывать невероятные кадры всего одним нажатием. В этом видео мы объясним, как пользоваться режимами дрони. Rocket, Circle, Helix, Asteroid, Boomerang. DJI Air 2S использует сенсор препятствий при съемке в QuickShots, обеспечивая дополнительный уровень безопасности ваших полетов. Тем не менее, убедитесь, что для полета вы выбрали свободное от препятствий место. Если вы еще не знакомы с режимом QuickShots, мы предлагаем вам начать с короткой дистанции. Поднимите дрон в воздух и дайте ему зависнуть на месте на высоте не менее двух метров над землей. Нажмите на значок Shooting Mode, расположенный в правой части экрана, и выберите QuickShots. Дроне. Выберите «Дроне» и установите желаемую максимальную дистанцию. Вы можете помахать дрону, и он автоматически выберет вас в качестве объекта и начнет съемку. Вы также можете самостоятельно нажать на объект или выделить его рамкой на экране, а затем нажать «Старт» для начала записи. Дрон переместится назад и поднимется вверх, продолжая держать фокус на объекте. По окончании съемки дрон вернется в исходную позицию. Рокет. Выберите «Рокет» и установите максимальную высоту полета. Вы также можете нажать на объект или вручную обвести его рамкой на экране. Затем нажмите «Старт» для начала съемки. При полете камера дрона будет направлена вниз. По окончании съемки дрон вернется в исходную позицию. Circle. Выберите «Серкл» и установите направление круга. Вы также можете нажать на объект или вручную выделить его рамкой на экране. Затем нажмите «Старт» для начала съемки. Дрон начнет запись во время полета вокруг объекта, используя текущую дистанцию в качестве радиуса. Helix. Выберите Helix и установите максимальный радиус полета. Вы также можете нажать на объект или вручную обвести его рамкой на экране. Затем нажмите «Старт» для начала съемки. Дрон начнет облетать объект вокруг с начальной дистанцией и будет постепенно отдаляться от него до тех пор, пока не будет достигнута заданная дистанция. По окончании съемки дрон вернется в исходную позицию. Астероид. Выберите «Астероид» и выберите максимальную дистанцию полета. Вы также можете нажать на объект или вручную обвести его рамкой на экране. Затем нажмите «Старт» для начала съемки. Дрон переместится назад, поднимется на установленную дистанцию и зависнет для того, чтобы захватить невероятную панораму. Бумеранг. После выбора режима «Бумеранг» вы можете нажать на объект или вручную обвести его рамкой на экране, а затем нажать «Старт» для начала съемки. Тогда дрон будет летать вокруг объекта по овальной траектории. Во время съемки нажмите «Х», расположенный справа на экране, или нажмите на кнопку «RTH» на пульте управления, и дрон сразу же выйдет из режима «Quickshots» и зависнет на месте. Нужно отметить, что при перемещении джойстика также произойдет деактивация режима «Quickshots». После съемки в приложении нажмите на значок «Playback» для просмотра вашего видео. Нажмите на значок «Download» в нижнем левом углу экрана, чтобы сохранить исходный файл или создать видео для вашего смартфона. Нажмите на кнопку «Переключение», расположенную в нижнем правом углу, чтобы переключиться между исходным клипом и автоматически созданным видео. Вы также можете нажать на кнопку «Edit» в нижнем правом углу, чтобы отредактировать исходный клип или созданное видео. Нажмите на значок «Share», расположенный в верхнем правом углу, чтобы поделиться вашим видео с друзьями. Спасибо за просмотр!